Будущую профессию Алексея выбирать не пришлось. Он родился в семье врачей. Естественные науки интересовали с детства. Профессию пришел, можно сказать, меня перевели родители мои. У меня династия врачебная. А не только родители, но и бабушки, дедушки, все у меня врачи. Поэтому с детства слушал истории с работы и как-то, наверное, отложился в голове. И уже ничего другого представить не мог себя. Оставалось дело за малым – выбрать специальность. Тут решающую роль сыграло любопытство. Признается, всегда интересовало, как врачи по изображению на аппарате УЗИ видят то, что другим недоступно. Электрозвук всегда интересовал, потому что это что-то такое интересное, серые картинки. Всегда было интересно, что там ультразвуковисты видят. Думаю, дай-ка пойду поучусь. Начал учиться, начал понимать. Поступил в первый медицинский. Закончил с красным дипломом. Путь был нелегким, но оно того стоило. Теперь Алексей Жокин – врач УЗИ высшей категории. Это все делается нелегко. Сначала пишется работа, которая оценивается комиссией. Сдается экзамен в виде теста, собеседования. И обязательно еще нужен стаж определенный на работу, чтобы иметь высшую категорию. Визуальное исследование внутренних органов, функциональная характеристика строения систем. Пациенты приходят с разными заболеваниями. Тут главное – правильно сделать заключение. Ко мне приходит пациент с направлением. Я спрашиваю, что его беспокоит. Потому что только как ультразвуковист не могу себе это перебороть. Все-таки еще и клиницист. Вот интересно распрашиваю жалобы. Параллельно делаю ультразвуковое исследование. Измеряю то, что нужно там измерить. Печень такой-то размер. Узлы в штабинной железе, если есть, то такой-то размер измеряю их. И дальше уже выносится за свое заключение. Норма, ненорма, патология. Есть какие-то изменения или нет. Следить за своим здоровьем. Регулярно проходить обследование. Эти советы врачи дают часто. Но пациенты ими пренебрегают. Поэтому нередко приходят тогда, когда уже появляются жалобы. Зачастую болезнь протекает так, что мы про нее знаем и начинаем догадываться. Но сейчас пациенты только когда случается непоправимая вещь. Когда там и жалобы появляются соответствующие. И все. Вот допустим УЗИ, чем мне нравится. Приходит пациент. Мы ему говорим так-то, так-то, так-то. С вами то-то, то-то, то-то. А он идет дальше к терапевту, к хирургу уже по более широким специальностям. И идет назначение лечения. Необходимая коррекция диеты. И пациент получается здоровый. Белый халат носит вот уже 8 лет. За это время появились не только свои профессиональные секреты, но и способы побороть усталость. Так как все-таки мы доктора лечим не только операциями, таблеточками, но еще и словом. Каждому подобрать ключик это тяжело. Вот. Семья, друзья, путешествия, отпуск. Он что-то помогает держаться на плаву. И все же Алексей уверен. Это только начало. Профессия врача предполагает постоянное обучение, повышение квалификации. И он не исключение. Хоть работы и много, доктор из Ромашкова готов идти вперед. Опять же, не только ради личных амбиций. Во главе угла всегда помощь ближнему. Цели разные. Конечно, не хотелось бы засиживаться в роли простого доктора. Возможно, хотелось бы там заведование. Потом уже и повыше куда-нибудь в министерство. Но здесь как Бог даст. Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok